Гость студии, председатель правления Латвийской Ассоциации Управления Персонала Мэва Селга. Доброе утро! Доброе утро! Может быть, поясним нашим радиослушателям? Сразу, кстати, напомним, телефон на прямого эфира 672 12 939, 672 13 939. Звоните, задавайте свои вопросы нашему эксперту, пишите нам в WhatsApp 2061 91. Расскажите, чем занимается ваша ассоциация и, может быть, ее принципиальное отличие от частных компаний HR или предприятиям по подбору персонала в Латвии, там, CV Online, или в том числе от Государственного агентства занятости? Чем занимается ассоциация? Мы, общественная организация, уже работаем с 1996 года и как раз объединяем этих всех организаций. У нас 240 членов ассоциаций и именно предприятий и государственные предприятия, то же самое CV Online, которые вы упомянули, наши члены ассоциаций. И самая такая главная, главная наша цель – объединить всех и делать эту… Объединить кого, простите, вот объединить работодателей или работников? Работодателей и именно дать помощь и где-то место, где обсуждать проблемы, руководитель по управлению персоналом. Обычно к нам приходят разные дискуссии, семинары, делятся своим проблемами, своим опытом руководители по управлению персоналом. HR-специалисты, да? HR-специалисты, которые называются. И мы, обменяясь этим опытом, делаем эту, ну, можем сказать, отрасль ближе к Европе, современную, и решаем разные проблемы, которые у нас в стране существуют. То же самое нехватка людей. Мы, да, ну, мы уже 12 лет уже работаем как член Ассоциации Европейской Ассоциации по управлению персоналом, тесно сотрудничаем с Грузией, с Германией, с Кипром, да. Так что у нас такие международные связи, мы стараемся взять самое лучшее, то, что у коллег есть, и дать свой опыт. Вот Грузия приглашает меня уже третий год подряд выступить в своей конференции и хотят еще и еще, и они видят, что у нас опыт есть тот, который они могут использовать. Вот вы знаете, я когда готовился к программе, я посмотрел заголовки вообще о проблемах, и мне показалось, что недовольны все. Старшее поколение считает, что их недооценивают. Молодежь считает, что наоборот дают более, значит, взрослым, а молодежь задвигают. Женщины говорят, что их дискриминируют и платят. То есть кто доволен? Все недовольны. Люди при пенсионном возрасте не могут найти зарплату, потому что их дискриминируют в силу их возраста. Допустим, действительно, кто удовлетворен на рынке труда в Латвии? Вы знаете, как я вижу эту проблему? У нас есть дискриминация, и есть дискриминация именно, как вы уже упомянули, людей 50+, и самых-самых молодых, ну, таких, которые только что окончили среднюю школу, не хочет учиться или закончили какую-то технику, нет опыта. Эти две группы у нас действительно дискримируются. Женщин, я думаю, что нет. Мы смотрим, у нас очень много женщин руководящих в постах и госструктурах, и в приватном бизнесе. Но это надо сейчас, вы знаете, ну, каждый это смотрит через себя, через своих знакомых, через свою семью. Соседний может найти работу, значит, но его дискриминируют и что-то. Ну, я как вижу эту проблему общим, да, я очень много работаю тоже и студентами, и с работодателями, да. Да, студенты, молодёжь у нас очень перспективная. Я могу только сказать, что они думают, и они хотят, и они с удовольствием сотрудничают с пожилыми, ну, можем так сказать, или с опытными людьми, да, 50 и выше, да. Эту синергию надо нам использовать. Работодателям надо и дать работу молодым, и использовать этот ресурс, который у нас есть, 50+. Мы не можем, как большие страны, Россия, Америка, где очень много людей, ну, уволить, и 100 уже ждёт в очереди. У нас такого нет, не будет, и с этим надо жить, да. Людей у нас не хватает каких-то отраслях, но у нас очень огромный ресурс ещё, да, и надо этим пользоваться. Никто, ну, может, громко сказано, никто не работает со среднеклассниками. Они вообще не понимают, что делать, когда заканчивается средняя школа, и они уходят. Я в этой весне, у меня была возможность поработать именно в регионах со 12, ну, этим абсольвентом, который, абитуриентом, который сейчас, сейчас, сейчас будет или учиться, или в рабочем рынке. Они вообще не понимают. Ну, сэвей как-то заполнили. Что нам делать? Как нам вести себя в интервью, да? Я рассказываю, и такая тишина. Я спрашиваю, вы ничего не понимаете, или вам всё ясно? Всё ясно наоборот, да. Наоборот, первый раз слышим. И знаете, проблема учителя, это не может дать, потому что они сами это не знают. Они работают в школе, у них своя программа. А как этому молодому человеку вести себя вне школы, когда он заканчивает эту школу? В первый раз найти работу, да? В первый раз писать CV, в первый раз пойти на интервью, что-то рассказать, какие вопросы задавать. Можно ли вообще вопросы задавать на первом интервью? Ну, вы сейчас, я так понимаю, говорите в том числе и о абитуриентах, начинающих студентах, выпускниках школ, да, это там 18-20 лет. А если говорить, допустим, что вот на сегодняшний день, мне кажется, наиболее активно представлено, если мы будем говорить о молодежи, ну, вот это так называемое поколение демографической ямы, да, вот родившиеся в 90-х годах, это в том числе и вот мои ровесники, они сейчас выходят на рынок, это вот как раз 25-30 лет, да, как вы можете оценить эту категорию людей, которые мне... Их перспективы, да, найти. Да, и то есть не говорить совсем о школьниках, которые не знают, как себя вести, и хлопают глазами, да, и не понимают, что вы им рассказываете элементарно, там, про подачу себя, презентацию, даже составление СИВИ, вот этот вот активный возраст сейчас 30-летних, что вы можете сказать об этом власть? Ну, я думаю, что там, ну, знаете, зависит от каждого человека. Работодатель, конечно, хочет себе активного, умного, ответственного, трудоспособного, который не болеет, который, у которого нет проблем, да, никто не хочет таких, но люди есть люди, и со всеми людьми надо работать, да, как я всегда говорю, какой персонал есть, с таким надо работать, да. Конечно, я думаю, что это поколение как раз выучено, и сейчас есть такие большие возможности, и здесь, в Латвии, и тоже за границей, да, и, ну, молодежь будет уезжать, ну, нам надо смотреть, кто будет у нас работать, кто будет приезжать к нам, и как мы в этой ситуации будем привлекать людей, которые 40, 50, 60, ну, пенсия у нас 65 лет, так что... Да, госпожа Салга, ну, вы сами вот в ассоциации оказываете услуги по подбору персонала? Нет, 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 нет. Мы, мы не... Эта услуга, это бизнес, да, мы этим бизнесом не занимаемся, ну, просто... Ну, мы видим ситуацию, у нас все эти отборные компании есть как члены нашей ассоциации, и они дискетируют, какие проблемы, да, ну, конечно, проблемы в регионах, да, как я работаю, говорила с коллегами, служба занятости дает 30 CV где-то на Латгалии, они приезжают, предлагают хорошую работу, на интервью приходит 6, 3 уже в нетрезвом состоянии, остальные 3 вообще не хочет работать. Вот такая ситуация, да, и надо именно... Ну, у нас очень тяжелая ситуация в регионах, да, но надо думать, как это развивать, но это не мой вопрос. У нас в WhatsApp вам задают вопрос, можете ли вы назвать примеры образцовых компаний, на ваш взгляд, по управлению, допустим, в Риге, ну, и сравнить их, допустим, с образцами мировыми? Ну, конечно, у нас нет таких компаний, как Google, ну, большие компании, которые именно наши, латвийские компании, да, ну, у нас есть очень много хороших примеров, то же самое LMT, то же самое Latvenergo, TED, да, большие компании, которые думают о своих людей, это самое важное, думать о людях. Вы же, что вы под этим понимаете? Вы же не вкладываете, грубо говоря, там, такие обычные нужды, как отпустить декреты на больничный, да, мы знаем образ содержания сотрудников в Google, это даже обустроено их рабочее место, исходя из их личных интересов, да, они могут посидеть на газоне в офисе, ну, вот какие-то вот такие, да, свежие решения, для того, чтобы люди себя чувствовали еще, ну, хорошо в каком-то, может быть, таком климатическом плане на работе. Да, это как раз сейчас такой топик вечера, да, что мы не мотивируем людей, а мы создаем эту среду, где они чувствуют себя хорошо, чтобы они сами хотели и устроивать эти спортивные игры, и общаться между собой, и делать новые проекты, да, мы создаем эту среду, и у каждого эта среда отличается. Ну, вот вы назвали сейчас латвийские компании, да, еще раз там, ЛМТ, вот чем они, что вы можете подчеркнуть в них, чем они отличаются от других, и почему их выделяется на фоне всех остальных? Ну, например, один из критериев, что люди не уходят, и они хотят работать, и именно эта текущая по процентам очень маленькая. Это один из критерий, что люди хотят там быть, да, и с удовольствием там работают, да, и эти, эти социальные гарантии, да, что, ну, мы говорим, ну, управление персоналом, мы говорим, что есть у нас гигиенические факторы, и есть мотивация. Гигиена, это вот, как мы понимаем, по человеку, мы утром встаем, моемся, кушаем, что-то там делаем, это элементарно, что нам надо сделать, да, и то же самое на предприятии, зарплата, налоги, страхование по здоровью, да, это уже такая пакета гигиены, да, и это пакета гигиены тоже, тоже у разных предприятий, разное, один может в этом пакете дать еще дополнительный телефон, и дополнительные дни отпуска, и это все входит в этот пакет, а есть, которые даже налог не платят, да, так что, и второй уже идет мотивации, что мы можем дать каждому человеку лично, сейчас, вот мы абонируем, например, зал, спортивный зал, ну, 10% используют, остальные нет, это выброшение деньги, мотивацию надо делать нам, то есть компания предоставляет возможность посещать спортивный зал сотрудникам, и никто этим не пользуется, ну, пользуется какая-то часть, но смысл в том, что мы делаем эту индивидуальную мотивацию, что мы изучаем, какие потребности у каждого, ну, конечно, это сложно, это очень много времени занимает, да, ну, если мы хотим, чтобы люди были довольны, нам надо знать, для меня, например, может, это спортивный зал неинтересно, а я хочу оперу сходить, дайте мне, пожалуйста, два раза в год бесплатно сходить в оперу, или на какую-то выставку, или абонировать какой-то журнал, может быть, все-таки, знаете, здесь же вопрос, дайте человеку большую зарплату, он сможет сам себе приобрести и билеты в оперу, и абонемент в спортивный зал и выбрать, то есть, может быть, вот, насколько все-таки вопрос зарплаты, на чем разница, да, здесь вот, знаете, зарплата и зарплата, да, конечно, мы все хотим заработать, но, если нам дает, например, 100 евро в зарплате, через 3 месяца мы уже привыкли, и это нас совсем не мотивирует. И через каждые 3 месяца добавить зарплату никаких денег не хватит, согласны со мной, да, уровень зарплаты должен быть такой, чтобы человек был довольный, но мотивированный здесь еще работать и что-то достичь, да. У нас в гостях председатель правления Латвийской Ассоциации управления персоналом Эва Селга, звоните нам, задавайте вопросы 672-12-939, 672-13-939. Вот мы заговорили о зарплатах, да, или иногда приятнее, допустим, как вы упомянули, от работодателя получить какой-нибудь подарок в виде билета в оперу, да, или там абонемент в спортивный зал, но вот по поводу зарплаты, как вы можете, может быть, оценить вот наш менталитет жителей Латвии, мне кажется, у нас в обществе еще до сих пор не принято громко говорить о повышении зарплаты, да, или уже тенденции меняются, потому что не все решаются, допустим, подойти и сказать о том, что я получаю, допустим, для того, чего делаю, сравнительно мало, и люди продолжают за эти деньги делать, допустим, с каждым разом все больше, 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 ну, и ничего не происходит. Или, например, наоборот, человек, он боится сказать, ну, он доходит до такой точки, когда он просто ищет, ну, другую работу и приходит, говорит, ну, кладет заявление на 100, так что ж ты раньше не приходил, говорит ему начальник, мы, может быть, решили бы этот вопрос с зарплатой? Про это надо говорить, конечно, но у нас такой менталитет, что нам всегда хочется побольше, да, как-то исторически, наверное, у нас уже в генах, что мы... То есть, в принципе, человеку, вы считаете, хочется всегда побольше, ему всегда мало, а именно нам, латвийцам, хочется всегда... Я думаю, что здесь у нас такая тенденция, потому что за границей люди получают нормально годами, поколениями, и так остро эта проблема не стоит, да, но про это надо говорить. Нам хочется всегда больше, и мы что, мы говорим, или мы молчим в итоге? Вот ваш опыт что показывает? Ну, вы знаете, молодежь вообще-то говорит, мне, в моей практике был случай, что молодой человек 25 лет подошел ко мне и сказал, вы знаете, я работаю полгода, я все знаю, что делает мой начальник, у меня хорошее иностранное образование, скажите, что мне надо сделать, чтобы через полгода я стал своим начальником, и хочу занимать это место. И я знаю, что человек амбициозный, он хочет, и я как руководитель персонала, конечно, буду иметь это в виду, и если будет какая-то вакансия, и руководящая вакансия, я буду предлагать этому человеку. Ну, конечно, это не безгранично, это не... Я бы не сказал, слушайте, это же подколонная... Подколонная змея пошел, значит, в обход своего начальника более на высокий уровень, говорит, я хочу занять его место, давайте уволим его, я знаю все то же самое, я уже изучил все, что он делает, то есть начальник-то потом не назад на него... Вы потом как управленец, вот вы сочтете это амбициями, да, положительными, или это наглость, или карьерные интриги, да. Ну, я, конечно, тоже была в шоке, признаюсь вам, да. Но вы знаете, молодожь думает по-другому. Они не согласны ждать смолча, чтобы им что-то предложить. Они привыкли, что надо идти вперед, надо говорить громко, надо дискутировать при этом. И, конечно, это с одной стороны хорошо, с другой стороны не так хорошо. Большие компании могут предоставить этот карьерный рост, но компании, где 50, 80, 100 человек, конечно, не всегда может всем дать возможность вырасти, да. Но тогда это компания, политика компании, корпоративная культура. Тогда мы громко говорим, мы не будем расти. Такой персонал, который у нас есть, вы нас устраиваете, но никакого карьерного роста не будет, будет дополнительно то, 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 да. Человек должен понять, что где я нахожусь? Я нахожусь в компании, которая все время растет, 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 и есть большая динамика, есть возможность карьерного роста, или я нахожусь в компании, которая стабильно работает, зарабатывает хорошие деньги, и никакого развития больше не будет, да, и, ну, значит, и карьерный рост. Вот спрашивают у вас слушатели, да, а чем вы зарабатываете на жизнь? У вас спрашивают, чем вы занимаетесь, что в ваши обязанности входят? Как, сейчас я руковожу ассоциацией, и работаю в университете преподавателем, и консультирую, работаю как консультант по... У предпринимателей, да, по управлению персоналом. Я все-таки хочу вернуться вот к прошлому вопросу. Книга, есть такой израильский философ, историк Харари, который написал сейчас очень громкую книгу «21 урок 21 века», и он утверждает, что, в принципе, нужно быть готовыми к тому, что не будет такого, что ты всю жизнь проработаешь на одной работе, даже вот это уже вообще говорит, он абсолютно вчерашний день. Более того, не факт, что ты будешь заниматься одной и той же профессией. Тебе, ну, сейчас все так меняется быстро, что люди должны быть готовы к тому, чтобы менять профессию. Твоя профессия может устареть, ее могут заменить роботами, искусственным интеллектом. Нужно быть настолько мобильным, чтобы ты мог в любой момент учиться дальше и осваивать что-то другое новое. Вот просто я к тому, что не устарели ли эти корпоративные какие-то вот вещи, что человек пришел, и он считает, что все, он дальше будет только в этой компании работать, он будет где-то там подниматься, а такого уже не будет. Вы знаете, карьерный рост, конечно, будет тем, которые учатся. Как вы правильно сказали, мир меняется, и профессии, которые были 10 лет назад, уже не существует. Мы тоже про это говорим, думаем, и думаем о людей, которые 10-15 лет что-то делали, именно это, ну, я думаю, про технологии, и их работа уже не нужна. Что им делать? Это стресс, это такая очень неприятная ситуация, и, например, работодатель говорит, знаешь, мы создаем новые системы, твои знания через полгода нам не нужны. Что делать? Вот мы говорим о действительно устаревших профессиях, вот ежегодно в Швейцарии, в Давосе, там проходят большие экономические форумы, и вот недавно было представлено исследование, что буквально, поскольку грядет уже, можно сказать, четвертая промышленная революция, и около 7 миллионов рабочих мест люди потеряют. Ну, это, я не знаю, их вытеснит дигитализация, в целом роботизация. Вот если мы коснемся этого поворота, учитывая и нашу плохую демографию, чего грех оттаить, тем не менее, и люди могут не успевать за тем же прогрессом, мы, может быть, говорим о вот этой рискованной возрастной группе 50+, тогда это не будет у нас перенасыщенная биржа труда, и то, что в принципе, то, что выполняют эти люди, где они еще могут удержаться, их потом заменят те же роботы, не знаю. Вы знаете, учиться надо всю жизнь. Если человек 50 и думает, что ему уже поздно и ничего не надо делать, тогда, конечно, он останется без работы, это 100%, и, ну, мы сейчас работаем именно как руководитель персонала, мы создаем такой метод вместе с университетом, латвийским университетом, как оценить компетенции людей, и во сколько их можно обучить, на какой процент нашей способности обучения ее. Вы знаете, эту шкалу бальную системы в госуправлении, 16, я так понимаю, у них баллов, да, и в зависимости от образования, компетенции, опыта человека, он получает зарплату в госаппарате. из... Да, ну, это, это другое, просто, ну, если я, как руководитель персонала, говорю своему коллеге, ну, через полгода ты мне не нужен, я тебя уволю, а я могу сказать, ты знаешь, у нас будут другие технологии, давай, давай, тебе еще надо что-то, что-то, то-то доучиться, и ты можешь остаться и работать, да, это совсем по-другому звучит. И люди сами должны понять, что учиться надо, и новые какие-то навыки, да, надо все время, все время получить. И я смотрела в начале года интересное исследование из Сингапура, там считается талант, то, что я могу себе занять несколько несколько проектов, что я работаю в одном предприятии на несколько даже должностей, несколько проектов, что это считается талант, что я могу найти себе работу, найти одну работу, другую, в одной сфере, другой, да, это сейчас считается талантом. возможность перенести вот как-то центр тяжести, лавировать, то есть вот это начинает, вот здесь что-то не пошло, я больше занимаюсь другим проектом, да, вот именно такое? Ну, если, ну, мы берем, например, ТЭТ, там очень много разных проектов, работает несколько тысяч человек, да, но есть им возможность, да, я хочу это вот попробовать, я иду, поработаю, посмотрю в этом проекте, как-то увеличить свои знания, увеличить свои навыки, да, поработая там, 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 там. А если мы говорим о сварщиках? Ну, там тоже новые технологии, там, наверное, какая-то роботизация будет, им тоже надо учиться, не будет так, как это было 30 лет назад. Еще одна, вот, еще одна дискриминируемая группа, получается, люди, которые, ну, вот, может быть, не способны учиться, а вот, говоря про дискриминацию, насколько, действительно, мы отметили, что молодые люди, получается, самые молодые, вот, поколение 50+, ну, находится в такой зоне риска, а вот, если говорить, не встречается ли, ну, дискриминация, например, ну, вот, ЛГБТ-сообщество, ну, то есть, нет ли в Латвии каких-то, потому что, ну, мы знаем, что в Европе, в Америке, там, очень расовые, и вот сейчас, ну, сексуальные меньшинства, они очень отстаивают свои права, и любой скандал, там, ну, как бы, это имеет большой резонанс. У нас это актуально или нет? У нас такие скандалы, но я не слышала, и в моей практике нет, что вот именно расовая или сексуальная какая-то дискриминация произошла, да, но если это есть, про это громко не говорить, да, но я не думала, что мы можем это позволить. Ну, вы слышите, кого не хватает, потому что регулярно, даже исходя с прогнозом, бизнесмены кричат, что не хватает обычной рабочей силы, в том числе, низкоквалифицированной, в государстве говорят о том, что с дешевой рабочей силой все в порядке, привлекать даже никого не надо, там, если говорить про третьи страны, Украину, Белоруссию, да, и там, про домработниц, про строителей речь идет, нам, у нас не хватает высококвалифицированной рабочей силы, там, не знаю, специалистов, связанных с инженерными науками, высокими технологиями, так, кого не хватает, или всех сразу? Вы знаете, у нас вообще такая интересная ситуация, у нас как будто не хватает этой, ну, рабочей силы, которая занимается именно такой простой работой, да, а с другой стороны, у нас очень много в стране людей, которые очень с хорошим опытом, с хорошим образованием, без работы, но это говорит, ну, мы смотрим последние конкурсы по отбору персонала правления Рига Сатексма, национальной опере, там где-то 50-60 претендентов на эту позицию, это очень много, да, у нас это значит, что люди или недовольны, Ну, как вы говорите, 50-60 это может быть единственные два конкурса, потому что вот глава госканцелярии, господин Цитковский, да, он буквально вчера дал большое интервью, где сказал о том, что всегда в госуправлении, даже на должность там госсекретарей, приходится выбирать из двух, трех очень-очень посредственных кандидатов. Ну, я не работала в госструктуре, я не знаю, но именно по прессе, что мы знаем про этих предприятиях, да, там очень много, да, знаете, как я чувствую эту проблему, как человек, который связан именно с управлением персоналом, да, у нас нет в стране такого одного, одной структуры или государственной, или бизнес-структуры, которая знает, что у нас вообще, какие люди есть, есть у нас служба занятости, есть у нас то же самое Севи онлайн, еще воркинг, да еще компания, но госагентство занятости, это не входит в их компетенцию и вводить эту информацию? но я не думаю, что они знают именно всех людей скрытные, это безработица, которая, я думаю, что такая статистика у них нет, да, нам надо осознать, что у нас вообще есть, какой потенциал людей у нас есть, да, и работает, и не работает, да, если у нас сейчас, ну, как мы говорим, мозги так много без работы или недовольны работой, ну, это говорит о этих конкурсах, да, но если он не уедет, тогда вообще у нас будет наденьте, пожалуйста, наушники, да, вас попросим, давайте примем звонки, доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Да, здравствуйте. Сергей, у меня такой вопрос, гость, вот она привела несколько предприятий, ватт-энерго, ватт-телеком, можно забывать, ватт-энерго, ватт-телеком, это все монополисты, которые диктуют всем свои условия, каждый год почти увеличивают плату за электричество, за газ, за все, за обслуживание, и люди никуда деться не могут, получая там 300-400 евро, они вынуждены платить ему эти деньги, а это дешево, и все. Да, ну тут вопрос, это скорее комментарий. Ну вот есть, что вам дополнить, по словам Суштеда, можете снимать наушники. Вы знаете, ну, конечно, в больших предприятиях все процессы сложены лучше, чем маленьких, да, потому что там есть и ресурс, и большая структура, конечно, надо вести по-другому, да, ну, про газы, электричество я не могу отвечать, да, это, конечно, ну, если все подорожает, то все подорожает, и зарплата тоже немножко у нас повышается. Давайте еще звонок примем, наденьте еще раз, пожалуйста, наушники. Доброе утро, мы вас слушаем, да. Доброе утро, он звонит. Я просто слушаю и ужасаюсь, послушая вашего гостя, получается, что у нас еще не хватает агентур, нам надо новую агентуру, которая будет осознавать, что у нас, какие безработы, и какие. У нас уже так просто страна этих агентур уже просто лопает, не хватает уже налогов, чтобы содержать всех этих дармоедов. Ну вот госсектор, в нем действительно перепроизводство все-таки? Я не сказала, что надо создать новое агентство, просто надо, каждый должен знать свои обязанности делать свою работу. Государство должно делать свою работу, работодатели должны делать свою работу, и человек сам должен тоже чувствовать свою ответственность, что я по жизни делаю, и где я буду работать, жить и так далее. Конечно, нам надо, но мы не можем прогнозировать ситуацию и улучшить ситуацию, если мы не знаем реальную ситуацию, какая у нас есть в стране. Какие люди без работы, кто довольный, недовольный, что нам не хватает. Каждый борется за себя, а эти компании везут из-за границы, специалистов из разной заграницы. И, ну, надо нам понять и забыть термин дешевая рабочая сила. Ничего уже не дешево. И перевести то же самое рабочего из Украины, Белоруссии, это тоже не дешево. Но это, я понимаю, вопрос все-таки не об этом, а скорее про госсектор. Но вот госсектор я бы никогда не назвал дешевой рабочей силой, здесь скорее. Конечно. Я как раз госсектор упомянула, что им надо делать какую-то статистику и делать работу, чтобы они осознали, что у нас есть, какой ресурс в стране именно, профессиональный ресурс у нас есть. Нам пора заканчивать. Ну, вот последний буквально вопрос. Дело в том, что мы говорили о дискриминации чаще, которая встречается именно по возрастному принципу, либо совсем молодые, либо претензионного возраста. У нас же сейчас можно, если люди не хотят показывать свой год рождения, скрывать, то есть поменять данные в персональном коде. Я хотела спросить, знакомы ли вы с этой практикой, как часто люди к этому прибегают? Действительно, чтобы на всех документах какие-то были абсолютно случайные числа, а не их кодовые при рождении. Персональный код не обязательно, указать из CV, даже не надо менять персональный код. Это не обязательно. А для чего такая опция существует у нас? Ну, разные причины у людей, наверное, бывает. Но этим пользуются или вы не знаете? Пользуются. Но вот исходя именно для того, чтобы не показывать свой возраст и не быть кредитированным? Ну, скрывать возраст, я думаю, что это такая уже личная проблема для людей, но все равно возраст работодатель знает. Скорее всего, надо работать с работодателем, что человек 53, 55, 57 лет не глупый, не старый, не способный, что он нормальный и может и учиться, и может работать еще 10-15 лет и ответственный, и все с ним порядка. Это надо именно работать с обществом, с работодателем, чтобы у нас не было такого понятия, что человек 35-45, ну, самый крайний, 45 лет, и он может работать. Дальше уже старый, глупый и так далее. Так что нам это персональные коды, данные не поможут, надо просто осознать, что это не проблема возраста. Спасибо вам большое. Это председатель управления Латвийской ассоциации управления персоналом Эвва Селга была у нас в гостях. Дальше мы продолжим с обзором прессы. Звоните нам, если есть вам что сказать по поводу подбора персонала, мы продолжим через пару секунд. Спасибо.